Только обучающий какой-то вебинар, у нас сегодня рабочая такая планерка для тех людей, кто заинтересовался выплатами и не просто заинтересовался, а готов эти деньги получить. Ну не просто получить, понятно, что для этого он готов что-то сделать, а если быть еще точнее, готов действовать системно и поэтапно. Сегодня целый день у меня проходили планерочки и встречи с группой партнеров, с одним партнером. И мы просчитывали, просматривали, какие действия надо делать и в цифрах сделали отметочки. Знаете, я все время, когда касается планирования, я всегда смотрю на группу партнеров или на конкретно партнера. Потому что совсем, когда человек один, планировать в цифрах сложновато. Хотя для любого нового партнера всегда надо выставлять определенные маячки. То есть маячки, к чему человек должен стремиться, что ему за этот каталог надо освоить, какие навыки, какие сделать действия и к какому результату они должны привести. Потому что если не фокусироваться на каких-то маячках, то, конечно, вы снимаете, во-первых, себя ответственность. То есть, ну как будет, так и будет. А с другой стороны, человек видит несерьезность, ну как сказать, перспектив в этом деле. Это все равно, что вы берете человека на работу, а ему не говорите, что ему надо делать. Ну, когда придешь, тогда придешь. Что сделаешь, то сделаешь. Вот, поэтому здесь собрались, я знаю, что лидеры, у которых уже есть партнеры. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но я понимаю, что вы все настроены на работу. И я сейчас буду разговаривать так, как будто бы у вас уже есть организация или быстро растущая организация. Я для начала хочу объяснить, вот перед тем, как мы включимся в акцию эту, разговаривать о энергии роста, хочу сказать, очень важно, чтобы вы сами на старте имели представление, чем мы вообще с вами будем заниматься здесь. Или должен быть у вас в голове какой-то аналог, что мы будем делать, вот, или сравнительно с чем-то, да, или какая-то прям готовая картинка ваших действий поэтапно. И самое главное, к чему вы идете, у вас своя должна быть картинка. Вот я присоединилась к акции 50 дней и очень интересно, там каждый день дается задание. И вчера было задание написать письмо к себе через 5-10 лет. Пожелания себе, мечты какие-то себе. Вот, когда-то у нас был такой тренинг, и я писала. Вот, и хочу сказать, вы знаете, очень удивляю, и не одна я писала. И я знаю, что у нас лидеры есть такие, которые были на конгрессе в Киеве, и у нас такое было упражнение, люди писали то, чего хотели. И прошло какое-то время, человек наткнулся на ту тетрадь или вообще носил в памяти, ну, свои цели, было у него такое в памяти. И вы знаете, даже ничто не предсказывало такого результата, люди получали эти результаты. Вот я вам просто реально говорю, сейчас говорю просто о реальных людях. Вот, и поэтому нам надо сейчас с вами тоже заняться планированием, проговорить это. Ну, первое, у вас должна сложиться картинка. Самое простое, вот я сравниваю, чтобы мы просто понимали, потому что у нас вот тут, знаете, кто-то год в компании, кто-то полгода, кто-то несколько месяцев. И иногда на старте или в этот период времени складывается впечатление, что здесь вот какая-то суета, ну, что-то делаем, кого-то приглашаем, какие-то заказики выполняем, и все. Вот, но на самом деле должна быть четкая картинка. Помните, мы на недавней встрече говорили с вами об ответственности. Вот, так вот у вас должна сложиться картинка, что вы хотите, ну, понятно, вы хотите зарабатывать. У вас есть определенные цели, кому-то на путешествия, кому-то детям помочь, кому-то, ну, свой как-то быт благоустроить. Вот, но для того, чтобы получать эти деньги, мы с вами говорили, надо взять на себя уровень ответственности. Вместе с этой ответственностью надо взять, скажем, определенные обязанности, функционал на себя, понимаете? Функциональные обязанности это у нас называется. И на любой работе есть это, как сказать, как-то правильно так называется, не в трудовой книжке, а как обязанности на месте работы или как-то то, что ты должен делать. Ну, кто помнит, подскажите мне, как это называется. Вот, ну, сегодня мы будем говорить не об этом. Я все хочу вас подвести к картинке, чтобы у вас сложилось впечатление такое, что вы руководить беретесь большим предприятием, неважно, где вы там, преподаватель или домохозяйка, или там предприниматель, вы беретесь за большое предприятие. И в этом предприятии идеальный вариант, если вы за три года найдете шесть цехов, будете подбирать, менять начальников цехов, обучать их, развивать, не подошел там, спился, в декрет ушел, нового взяли, этого начальника. Будет идеально, если мы с вами за два-три года, вы как директор предприятия, будет у вас шесть цехов с начальниками цехов. То есть не просто пустые цеха и без людей, и без руководителей, а будет шесть цехов. Если переложить это на маркетинг-план компании Reflame, это уровень бриллиантового директора. Это сравнительно на наше время очень хороший доход, около, наверное, двух тысяч долларов, наверное, так вот где-то. Обычно берут премия, какая максимальная, не максимальная, а премия за уровень шесть тысяч, и делят напополам. И получается где-то в среднем до трех тысяч долларов зарплата, при этом две поездки на две персоны за границу, то есть осенью и зимой. Вот мы со Светой Белоусовой ездили за свои денежки отдохнуть. И мне было с чем сравнить, когда ты едешь отдыхать полностью за счет компании, и у тебя остается гораздо больше средств, чтобы там попутешествовать, еще дополнительно что-то купить. И когда ты едешь за свои деньги. Поэтому я хочу вам сказать, гораздо лучше ездить вместе с компанией, понимаете? Вот, чтобы поездка была оплочена, да, ну и весь сервис, все там, скажем так, все подготовлено для вас так, как оно должно быть. Вот, и значит, дальше. То есть нам надо с вами, начальник Арцухов, чтобы у вас картинка сложилась. Вот это я все рассказываю. То, что мы до этого делали и делаем, это, ну такая очень простая подготовительная работа. Поэтому нам надо быстрее ее отладить, быстрее отладить. Что значит отладить? Сделать нормальный, ну не нормальный, а постоянный входящий поток. То есть постоянно приходят люди, постоянно вы проводите с ними собеседование, то есть отсев идет, отсев. И хочу сказать, чем престижнее должность или, ну с хорошим окладом, тем сложнее подобрать кандидата на эту должность. Вот у нас в компании есть такая должность АСМ, это менеджер по работе с лидерами. И вот на эту должность компания таких, таких должностей немного в регионе, 3-4 должности. И вот когда подбирают на эту должность человека, время от времени там проходят какие-то отборы, вот, огромное количество приходит людей. И вот Наташа Островская говорила, что она говорит, человек 50 провела собеседований за короткое время, пока не отобрали нужного кандидата. При этом еще выставляются определенные требования, чтобы человек свободно владел английским языком, свободно работал за компьютером, готов был к командировкам, водил машину, то есть категория была, потому что компания дает сразу машину для работы. Вот, то есть определенные требования. Поэтому у вас, к чему это говорю, у вас тоже должна нарисоваться картинка, то есть ваша целевая, с этой целевой аудиторией, кого вы хотите себе найти в этого, на эту должность начальника цеха. Понимаете? Не просто в потьмах мы сейчас будем, почему я об этом говорю, потому что у нас сейчас будет очень серьезная работа. И мы не в потьмах с вами, лишь бы кого-то должны найти, Машу, Лашу, представьте, это как вот революция, кто был никем, тот станет всем. Взяли просто домохозяйку или декретницу без образования или там вообще без опыта работы и поставили министром финансов. Ну что мы можем ожидать в таком государстве? Ну там это я так утрирую, но вообще просто пример привожу. Поэтому вам надо к этому подойти осознанно, потому что гораздо легче будет работать с людьми, понимаете? Вот, хотя люди вырастают с разных уровней, но гораздо больше надо приложить усилий для развития человека, для, скажем так, работы с его комплексами какими-то и все такое, понимаете? И все это зависит от индивидуальных особенностей, если человек хочет развиваться, а если он не хочет, и тогда вы получитесь в позиции, когда надо человека подталкивать все время, подталкивать, уговаривать. Ну ты же хочешь светлое будущее, ну давай, ну ты будешь делать заказ, ну а сколько ты пригласил, а сколько ты сделал бизнес-предложений? Это, ну просто я вам хочу сказать, это не работа, это мучение такое, вот бывает, да? Но хочу вам сказать, вы должны настроиться, легко расставаться с такими людьми. Их не надо там вычеркивать со списка, мобилки, или там я с тобой прекращаю отношения вести. Просто с этими людьми, этим людям просто меньше уделять времени. И раздвигать, 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 раздвигать вот людей, которые приходят, и выбирать того, который будет вам звонить и говорить, я хочу вот это, что мне надо сделать. И если этот человек даже делает ошибки, ну все, кто начинает что-то делать, делают ошибки. Какая самая распространенная ошибка? Он на энтузиазме приходит, начинает день, два, три, четыре, пять, неделю каталог делать, наприглашал, поговорил там с людьми, одного, двоих, ну троих зарегистрировал, а потом говорит, ну у меня закончились уже знакомые, да? Все, и выпадает в осадок. А вы говорите, нет, знакомые еще есть, надо брать рекомендации, надо искать. Если он начинает подниматься и двигаться дальше идти, то значит надо продолжать работу. Если человек начинает искать какие-то причины, уже нет, ох, сдыхать все такое, не тратьте время. Это хороший человек, но он сегодня не готов идти в том темпе или бежать, как вы, понимаете? Он где-то там отстает. А если вы сейчас отстанете с ним, будете его брать на руки, на спину, тянуть, представьте, какой у вас будет темп, понимаете? А мы все уже, девочки тут взрослые, по 15 лет ни у кого, ну сейчас вам нет или 18, все хотят, ну как можно быстрее выйти на доход резидуальный, вот на пассивный доход. Что такое пассивный доход? Это когда вы не работаете на данный момент, но доходы получаете. Но для того, чтобы пришел пассивный доход, надо сделать определенные действия. Или инвестировать огромную сумму денег на какой-то счет и жить на дивиденды. Или что-то создать, построить. В нашем случае это организация. Это организация. Я вам хочу сказать, когда мы вышли на уровень бриллиантовых директоров с Анатолием, этот период как раз совпал с моментом, когда мы как раз приобретали дачу. Она была так кстати, потому что она была за городом, земля, вода рядом. Ну кто был у нас знает, как хорошо и уютно там. Кто не был, я обязательно, ну не обязательно, я всех приглашаю к нам на дачу. И вот настолько мы много работали с людьми каждый день. Это, ну вот поездки были у нас таким, вот день распланирован. Ну чтобы вы просто понимали, день был распланирован на поездки. Вот утром мы могли быть в Донецке, после обеда надо было заехать в Красноармейске или в Красногоровку провести встречи. Потом заехать еще в Курахово и потом вернуться домой. И уже когда мы приезжали в 6-7 домой, мы прям, знаете, на травку я прям падала. И вот мне энергия земли прям наполнялась. Другой вариант, когда мы работали тоже с одним из лидеров, который за 4-5 каталогов вырос, я приезжала к ней на 3-4 дня, но она должна была к этому дню приготовить список и время, куда мы едем с ней, в какой поселок, какой магазин, какую школу. На 2 часа нас там ждут, на 4 там ждут, там, там все. Все она сама договаривалась. Это Таня наша Марченко. Вот, то есть, ну вот так была построена работа. Я сейчас вам рассказываю это не для того, чтобы напугать. Я вам хочу рассказать, ну, рассказываю сейчас правду. Чтобы, ну, вы не ожидали, что, ну, как-то так оно слепится, как-то кто-то прибежит и начнет делать эти 2 тысячи бонус баллов, потом 3 с половиной и так далее. Понимаете, друзья мои? И вот если то, что я вам сейчас, ну, но зато какой момент, я не дорассказала. Смотрите, когда мы вышли на бриллиантового директора, когда укрепились веточки, вот директора наши стали такими самостоятельными, потому что цель ваша, как и моя сейчас, создать не команду, команду мы как семья большая будем дружить с вами, общаться все время, а такую самостоятельную организацию, которая не должна зависеть от меня или от какой-то параллельной веточки директорской, который, лидер, который может управлять своим автономным, можно сказать так, предприятием. Понимаете? Это как дом, в котором и свет, и вода, независимо от того, что тут будет вокруг, будет всегда, понимаете? И вот ваша задача, ну, моя задача, чтобы вы выросли таким автономным лидером, который все может, знает и делает. И точно так вы будете выращивать людей. И вот когда подросли эти шесть директоров, у нас появился седьмой директор, мы могли сбавить темп, и я уже, наверное, когда-то говорила, мы года два, то туда нас пригласили выступать, поделиться опытом, то туда, то ездили по всем странам СНГ, ну, директора настолько сильные были, такие профессионалы подготовленные, что они спокойно справлялись, и мне не надо было никому звонить там, а ты там проверь, а те добили, не добили все люди. И вот тогда пошел пассивный доход. И вот я хочу вам сказать, соседи у нас подачи с левой стороны, профессор живет, и его жена домохозяйка. И вот она одно лето, прям разу в пять у меня спрашивала, а вы что, рассчитались с работы, а вы что, не работаете, и все. Почему она задала такой вопрос? Да потому что мы постоянно отдыхали, были дома или куда-то съездили, приехали, ну, то есть не было такой, ну, такой активной деятельности. И моя цель – вывести тех, кто этого хочет, и вы можете прийти на этот уровень, и просто поддерживать этот уровень, развивать глубины. Вы будете иметь две поездки на две персоны за счет компании, вы будете иметь отличную зарплату, понимаете? И вы будете распоряжаться, куда вы эти денежки хотите. Кто-то будет дом начинать сегодня, кто-то какой-то еще там захочет бизнес, какой-то парикмахерскую себе, кто-то еще что-то там захочет, понимаете? Вот моя цель – найти вот таких шесть человек, которые хотят этого, хотят этого, то есть и понимают, что им надо, ну, попахать, вот я вам хочу сказать, попахать. Первый этап – это все проходят через это, и мы проходили через это, и директора все росли, всех уровней попахать. И потом получить то, что вы хотите. Вот. Хорошо. Так, секундочку, сейчас, чтобы я не пропустила ничего. И мы сейчас переходим, то есть представление у нас одинаково во всех, да, сложилось, вы понимаете, да? Вот. Мне кажется, я одно, момент, один. Ага, вот, да. Кстати говоря, вот, вот это хотел сказать вам. Вы можете прям себе записать, чтобы вы просто понимали, какие этапы нам надо будет с вами пройти. Первый этап – это пахать. Вот этот уровень, когда вы должны просто сами эту дорогу пройти, все понять, где тут стартовая программа, где уровень менеджера, что делать на уровне менеджера, как проводить планерки, как проводить вебинарчик, вот это все понять эту дорогу и закрепить ее к уровню золотого директора. Вот на этом этапе мы до уровня старшего директора пахаем с вами. Потом идет этап взрослеть. Это где-то с уровня золотого директора и до сапфирового директора, когда вы уже начинаете работать со своими командами. У вас уже 4 директора, 2, 3, 4 директора в перволинии, а у них еще свои директора в глубине, понимаете? И вот тогда этап уже взрослеть. И когда вы выходите на уровень бриллиантового директора, туда, куда я вас приглашаю и зову там, где просто ну классно, хорошо, вот там вот этот уже уровень называется управлять. И у вас будет очень много времени свободно, вот просто реально. Даже на уровне сапфирового директора. Ну вы сами определите, сколько вам надо будет денег, понимаете? У меня даже это было связано не с деньгами, а с тем, что уже были обязательства перед людьми, которые пришли. Он пришел, ему надо укрепиться, помочь в глубине построить еще, ну вместе с ним директор, чтобы появился, чтобы человек брал на себя ответственность и помогал строить другому в глубине, углубляться. Вы поняли? И вот тогда с этого уровня сапфир или даже больше бриллиант этап управления называется. Как вы, вот реальный директор, управляете этими цехами. Вернее, не цехами, а работаете с начальниками цехов. Вот. И я не могу не сказать о трамплине, который просто отличный для того, чтобы вы включились в работу, в темп, вот, ну как я говорю, пахать это, понимаете? Вот. И причем сейчас очень хорошие условия за эту активность. Вы можете получить не просто туалетную водичку или сумочку, вы можете получить реальные деньги. Более того, что вы эти деньги можете предложить другому человеку, которого приглашаете в проект. Сейчас человек, который пришел, ему можно рассказывать о том, что здесь можно заработать 20 тысяч или до 20 тысяч, смотря когда он включится и какую активность будет делать. Но я еще раз напомню, что эта акция приурочена к 50-летию компании Reflame и юбилей 20 лет Reflame на Украине. Вот. И хочу перед тем, как мы перейдем к акции, к вашим действиям конкретно, напомнить вам еще лестницу успеха до уровня директора. Да. И вспомните, просто здесь очень важно понять сейчас, на каком вы сейчас уровне находитесь и какой у вас следующий уровень. Вот. Может быть, вы за раз и не запомните все уровни, если кто-то у нас сейчас на 6-9%, вы за это не переживайте. Лучше всего учить географию, когда вы путешествуете по миру. И точно так, лучше всего запоминать уровни, когда вы по ним идете. Самое главное, чтобы вы знали, на каком вы сейчас уровне и какой у вас следующий ступенька. и самая интересная выше ступенечка. Вот. Ну, и как вы поняли, что до уровня директора это просто у нас такая большая стажировка. Большая стажировка или разгон такой бизнеса. Вот. И уровень 6%, это уровень, можно сделать, это и по Украине говорю, Россия, Белоруссия, это 3%. Вот. Еще и перед 6%. Как можно сделать 6%. Это когда вы сами делаете 6%, или вы сделали свой первый шаг, и плюс у вас какой-то новый партнер тоже сделал первый шаг, или там два партнера сделали этот первый шаг. Следующий уровень 9%, это от 500 баллов до 999. Следующий уровень называется уже менеджерский 12%. Вы видите, как он делается, да, то есть уже появляется командочка. И вчера наши спикеры на вебинаре очень интересно поздравляли и рассказывали, какие обязанности, такие как бы вскользь они рассказали. Но у нас с вами будет обязательно вебинар, который называться будет функционал до директора. То есть что на каждом уровне входит в ваши обязанности. Вот вы стали уровнем менеджера, что вам надо делать обязательно, что вам научиться надо делать. И по секрету хочу сказать, если вы на уровне 9%, а начинаете делать функциональные обязанности менеджера, то вы очень быстро туда поднимаетесь. У меня вот так вот было. Вот. Менеджер 15%, это 2000 бонус баллов. Я сейчас говорю, а я вам рекомендую на листочке, вот мы на планерочках, сегодня, вчера, напишите себе просто сбоку. Орн, процент и сколько надо сделать бонус баллов. Чтобы вы просто сейчас поняли, когда мы будем считать, не всегда будем возвращаться к этой табличке, чтобы у вас была под рукой эта цифра. 18% у менеджера, 21% старший, менеджер, извините, и 24% это старший менеджер. И как старший менеджер становится директором, его задача из 17 каталогов, 8 каталогов, держать уровень 7,5 тысяч. Но хочу вам сказать, вот с самого начала, как я пришла, я не настраиваю ключевого партнера, который идет на директора, чтобы он удержал этот уровень. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что под этим директором есть люди, и они тоже достойны выйти на свой уровень директора. Поэтому здесь, скажем так, выйти на уровень 24% и по растущей, помогать другим людям подрастать, и у вас будет не 7,5, а тогда будет 8,9,5, потому что вы будете помогать внизу своим партнерам. Поэтому это будет, не держишься ты за уровень, а растешь даже на этом уровне. Вот. И когда вы 8 каталогов, и как правило, у нас подряд директора открывали директора, делали свой уровень, и 8 каталогов подряд не держали, а росли по уровню. И закрывали уровень директора, и тогда вы получаете 1000 долларов. Ну, до этого вы получаете свою хорошую зарплату, пока идет квалификация, и вы воспитываете новых себе как начальников цехов. Так. Это мы посмотрели, вы себе записали 6% 150 бонус баллов, 9% 500, 9% это 500 бонус баллов, 12% записали 1000 бонус баллов, 15%, кто знает, напишите, пожалуйста, 15%, потому что именно с 15% мы вступаем в энергию роста. И с этого уровня, если вы выполняете условия по программе, получаете 2000 гривен. Никто не знает на 15% сколько надо сделать бонус баллов? Ага, все, Лена написала. Молодец, Лен, молодец. Вот. И смотрите, как компания классно придумала. 2000 бонус баллов надо сделать, ты получаешь 2000 гривен за них, 18% 3,5%, ты получаешь 3,5 тысячи и так далее. Видите как? И вот здесь, пожалуйста, запишите, в акцию могут вступить только менеджеры, человек, который выходит на 15% и по условиям компании, чтобы этот уровень человек держал или рос на этом уровне 3 каталога, не более, не более. если он, ой, не более, вернее, 3 каталога, не меньше, не меньше 3 каталогов, ой, вернее, подождите, я заговорила, все, вытираю, вытираю, что до этого сказала, значит, 15% человек может быть 3 каталога. Следующий уровень 18, 4 каталога он может на этом уровне не держаться, а укрепляться. Укрепляться это значит подрастать, потому что 15% мы с вами смотрели, вот посмотрите, 15% это от 2000 бонус-баллов до 3499, ну, до 3500, 3500, вот, и у вас может быть, вы укрепляетесь в одном каталоге вы вышли на 15-2000, ну, и дальше там может быть 2500, 2700, потом в следующем каталоге еще больше, понятно, но все время вы будете 3 каталога на 15%, так, это понятно, и это вы записали себе, да, 15%, 3 каталога, 18%, 4 каталога, 21%, 5 каталогов, старший менеджер, 6 каталогов, что еще по этой акции я хотела сказать, значит, если только вы вступили в программу, первый каталог сделали 15%, второй, ну, сделали 2000 бонус-баллов, второй сделали 2500, то есть вам надо нарасти, да, 2500, а потом раз, свалились на 12, 1600 сделали, ну, это групповой товарооборот, вы понимаете, что я говорю за групповой товарооборот, тогда вы выпадаете вообще с этой акции, вообще выпадаете с этой акции, но я считаю, что это тоже не повод расстраиваться, не повод расстраиваться, надо сделать вывод, надо проанализировать ситуацию, где, какие были пробелы, что вы не освоили, освоить и двигаться дальше, потому что дальше еще интереснее плюшки, вот, и еще один момент важный, акция у нас длится со второго каталога по девятый включительно, то есть в девятом каталоге, кто выходит на любой из уровней, или 15, или 18%, или 21, или 24, ему разрешают продолжить это движение, то есть сколько надо, если 15, то 3 каталога подряд, он делает и получает свои 2000, если он вышел в девятом каталоге на 21, он может продолжать делать дальше, 5 каталогов подряд этот уровень закрепил и получил свои 5,5 тысяч гривен, следующий момент, момент выплаты этих денег, это тоже всем очень интересно, правда, интересно, как выплачиваются деньги? если вы настроены на 20 тысяч гривен полностью, то вам ничего не остается делать, вы выходите на уровень старшего менеджера, и уже к этому времени вы открываете предпринимательство, все делается это легко и быстро, с компанией заключается договор, и вам на счет выплачивается ваша зарплата, и кроме этого сразу же единой суммой 10 тысяч гривен, вот то, что у вас на вашем номере собралось, зарплаты, премии, вот эти по этой акции, вы можете к зарплате плюс 10 тысяч, следующая у вас опять зарплата идет там 7 тысяч, и к ней, а еще остались ваши там премии от 20 тысяч, еще плюс 10 тысяч, потом, то есть получаете 7 и 10, 17 тысяч сразу же, понимаете, к себе на карточку, а вы уже с ними там сами делаете, что хотите, то есть вот таким образом выплачивается премия, если вы на уровне 15%, допустим, в 9 каталог сделали 15%, 3 каталога продержали, и 2000 вам выплатили, на этом уровне мы еще не открываем предпринимательство, эти деньги находятся на вашем личном номере, как объемная скидка, и вы можете выбирать, своими заказами, вот почему очень важно научиться делать ЛТО и завести клиентскую базу, небольшую клиентскую базу, с кем вам приятно общаться, и люди, которые будут вам помогать обналичивать эти деньги, вы будете их получать как объемная скидка, то есть вы товар, заказал у вас человек туалетную воду там за 400 гривен, вам она пришла на 20% меньше, за 320 гривен, и объемная скидка на 50% погашает ваш заказ, то есть 320 напополам 160 гривен, вы заплатите за водичку 160, а человек у вас за 400 взял, и вот эта разница обналичивания ваших денег, но это на этапе, пока вы не открыли предпринимательство и не дали компании, договор составили с компанией, получаете на расчетный счет, здесь все понятно, девочки, если кому-то что-то непонятно по выплатам, пишите вопрос, пишите вопрос, я отвечу, по выплатам, да, все понятно, то есть ни одна копеечка, вот можно так сказать, что, ой, ну это же мне прям сразу 2000 вот так не протянут, с компьютера не дадут, вот, я хочу вам сказать, ни одна копеечка не потеряется, и вы легко их обналичите, но все равно фокус надо держать на рост и на открытие предпринимательства, у нас центр развития предпринимателей, девочки, предприниматели, поэтому по-любому, если вы настроены на, скажем так, на серьезный бизнес, то все равно о предпринимательстве речь пойдет. Так, здесь понятно, все записали, а теперь смотрите, что нам может помочь эти деньги заработать, что важно, ну самое первое, это принято лично ваше решение, ваше решение, если у вас в голове сейчас такие весы, ну как бы я хочу эти деньги, но не хочу брать столько ответственности, не морочьте, как говорится, ни себе голову, никому, то есть вам еще надо созреть, вам еще надо пообщаться здесь с нами, побывать на мероприятиях, и когда вы увидите девочку, которая сегодня с нами в чате, которую зовут, допустим, Наташа Кобыленко или Наташа Васькович, когда мы будем поздравлять с уровнем старшего менеджера через 3-4-5 каталогов, вы тогда скажете, может быть для вас это будет таким стимулом, у меня лично такое было, один из директоров, ее звали Ирина, она мне прям так и сказала, как это так, Оля пришла позже меня, и она тут открывает старшего менеджера, и она, я ее даже не подталкивала, она сама начала с мужем выезжать в районный центр, муж по работе машиной, она стала выезжать и работать в онлайн, в оффлайн, извините, и пошла, пошло, пошло, пошло дело, ее никто не подталкивал, ну, я ее не заставляла, вы поняли, она просто посмотрела, человек, который пришел, боже, ее уже начал зарабатывать, она все сидит, вот, поэтому очень важно принятое лично ваше решение, если вы его уже приняли, оно должно быть поколебимым, потому что если вы начнете дергаться, межеваться и там себе объяснять, почему вы сегодня не сделали ту работу, объем работы, или почему-то, или будете вешать сами себе лапшу, там, что люди, людям ничего не надо, людям зарплата не надо, там, и все такое, вот, то тогда, ну, просто еще рано, еще рано, то есть выходит, я еще не готова выйти замуж, называется, все, еще рано, вот, а те, кто готов, значит, поехали, что нам может понять, помочь, ваше принятое решение и акции от компании Арифлейн, которые мы должны, во-первых, хорошо знать, одно из первых и самых выгодных предложений, которые мы должны с вами легко и с хорошим, как бы, с хорошей подачей продавать, это маркетинг-план компании Арифлейн, потому что, вот сейчас, девочки, я вам только рассказала, ну, вот, об этих премиях, о премиях и о доходах до уровня директора, об этом ситуативном бонусе премии, а если заглянуть и разобраться в маркетинг-план, ссылочку я вам сброшу в актив, вот просто почитайте его или вы пишите себе эту книгу и дома с калькулятором, с ручкой, посчитайте, какие вы получать будете доходы, от каких уровней, вы будете получать доходы, я вот вам просто скажу, не только тех людей, которые у вас сейчас в организации или будут, лично кого вы пригласили или кого-то пригласили, а вы будете получать с глубин директоров, когда они станут директором, очень-очень глубоко и хорошие будете получать проценты, понимаете, большие проценты, вы даже того человека знать лично не будете, а будете получать суммарно с такой группы директоров процент, очень хороший процент, Очень хороший процент. Поэтому самый лучший продукт, который мы должны с вами продавать, это маркетинг-план. В нем надо самому разобраться, ну не самому, можно посмотреть вебинары, послушать, почитать, кто цифровик, разобраться и понять просто, что это кладец. Вот как говорят, самый сильный мотиватор. Самый сильный мотиватор – это план, по которому вы можете заработать эти деньги. Следующий момент – это стартовая программа. Люди, которые приходят к нам в проект, наше главное условие, чтобы он активировался с заказом, потому что это и человеку выгодно, и нам выгодно. Почему нам выгодно? Потому что мы вложили в него время какое-то, провели собеседование, инструктаж, созванивали, что-то отсылали, и нам должно это оплатиться. А оплатиться это должно бонус баллами и товарооборотом в вашу организацию. Поэтому регистрация только с заказом. Вы должны это просто принять как нормальное. Это как вы приходите в чужой дом и надо снять грязную опу. Все. Поэтому регистрация с заказом. Нельзя идти ни на каком поводу, что там люди вам будут говорить, а можно там через месяц, я потом сделаю. И не надо это делать, потому что так человек устроен. Когда он что-то получил, у него дальше желание чего-то напрягаться там делать, заказы. У него нет. Понимаете? Если вы хотите собирать вот эти списки людей, которые вас будут обманывать, и вы будете разочаровываться, то вот так вот будет. Поэтому мы с вами должны просто с вами понимать, что мы делаем. Для того, чтобы человек активировал заказ, вы знаете, что надо ему рассказать и показать его выгоды. И очень важный момент в стартовой программе, когда он активировал свой заказ частью первого шага или уже сразу первым шагом, после этого грамотно, спокойно, компетентно рассказать о стартовой программе. Это задание номер один для всех, кто еще не ориентируется о стартовой программе. И хочу вам сказать, это не так, что надо просто озвучить. Сделаешь первый шаг, получишь 50% скидку. Сделаешь второй шаг, 100 бонус баллов добавит человек, и тебе будет 75% скидка. Третий шаг, 125. Это сухая и неправильная и дешевая подача информации. Очень дешевая. Стартовую программу надо продавать через человека. Я обычно делаю так. Я предлагаю человеку полистать каталог, попросить, прошу его, чтобы он назвал продукты, о которых он, может быть, думал раньше. Или когда у него было желание их купить, но не было денег. Когда мы с человеком говорим на эту тему, если он говорит, я не знаю, я вообще не представляю. Я ему говорю, я тебе тогда скажу то, что я выбираю в первую очередь. Я ему говорю о велнессе и о системе ухода за лицом. Об этом я говорю ему. Вот это есть и вот это вот есть. Вот чем ты вообще умываешься, как ты ухаживаешь за своим лицом. Про это мы разговариваем. Я ему говорю, что есть линейка доступных продуктов, а есть дорогих продуктов. Если ты хочешь попробовать реально не уколы какие-то там для лица, для поддержания молодости, а качественную систему ухода, то ты можешь в стартовой программе получить полностью эту систему ухода. С 50% один продукт, другой 75% и еще два продукта со 100% скидкой. Вот, или же о продукции велнесс говорю, о детях, о внуках, о самом себе, понимаете, рассказывают. Вот, если человек вообще не ориентируется ни в чем, ничего не знает, понимаете, то есть его надо заинтересовать. Кроме этого я беру, отсылаю человеку видео, да, Наташа, отсылала я тебе, или кому я отсылала, а, это Оксане отсылала, видео для детей, витамины, все такое. Мы поговорили на эту тему, человеку стало интересно, я ему еще, кроме нашего разговора, еще сбросила видео, дополнила информацию, понимаете, чтобы человек, ну, посмотрел и сказал, да, действительно, я хочу, что мне надо делать. И вот тогда человек готов делать стартовую программу. И он говорит тебе, а что мне надо сделать? Ой, я не могу, у меня нет денег набирать продукцию. Хорошо, вот тогда мы готовы с тобой работать с твоим кругом знакомых и проводить сортировку. Вы поняли? Вот с этой стороны надо подходить к стартовой программе. Надо выяснить потребность человека, что он хочет. Даже пусть он полистает каталог, вы скажете, я через полчаса позвоню, выбери там самых дорогих три продукта, которые ты хотел, ну, взять, если тебе бы их бесплатно давали, чего бы ты захотел, почему ты именно это хочешь. И дополнить информацию, то, что он хочет. Все, значит, стартовая маркетинг-план, стартовая программа, все, мы про это поговорили. Вот, и теперь акции от компании. Акции от компании – это первые наши помощники. И у нас сейчас продлена акция, очень интересная и выгодная акция с отличными продуктами. Не знаю, что-то, когда я училась в школе, у меня были черненькие-черненькие брови такие, да. Со временем не могу понять, вообще ношу летом шляпки, но брови посветлели. И я пользовалась маркером, я пользовалась тенями, тенями для бровей. Сейчас я пользуюсь вот этим замечательным корректирующим набором для бровей с воском. Мне настолько нравится, настолько, ну, вот, качественный продукт. И просто я им пользуюсь каждый день, и я вижу, что его хватит, ну, очень-очень надолго, очень надолго. Вы можете брови, если это вечерний макияж, темнее сделать. Если это днем, просто вот, как летний, ну, не летний, а дневной макияж, светлее брови делать. И светлая вот эта часть – это воск. Воск, которым закрепляется цвет. Цвет и при этом еще расчесываются ворсинки бровей, чтобы они не торчали во все стороны. Вот, потом мне очень нравится эта губная помада. Это жидкая губная помада. И хочу вам сказать, ну, вот, даже вот последние перелеты со света летели. Все дьюти-фри забиты разной-разной декоративной косметикой. И уже давным-давно я видела вот такие вот жидкие помады там. Даже мы там тестировали, пробовали. Наша помада очень высокого уровня. Очень красивый тюб этот такой, знаете, очень достойный. Я просто недавно была на такой вечеринке и заметила, когда я достала подкрасить губки свои, вот эту помаду. Прямо с некоторых столов на меня смотрели девушки. Было интересно, что за помада. Не просто помада, а с кисточкой. Очень красивая. Такой красивый цвет на губах. Комфортно себя губы чувствует. И вот эти два продукта, вкусно я рассказала, вот так вот я рассказываю сейчас своим знакомым, что ты можешь получить за одну гривну. На самом деле, как клиентка, ты у меня за 150 гривен можешь набор для бровей купить. Но если мы с тобой просто пообщаемся про твою сестру, про твою куму, про твою подругу, то ты можешь за одну гривну это получить вообще. Понятно, да? Если тебя это не интересует, как иногда говорят, я не крашусь, ну, хорошо. Тогда есть за одну гривну туалетная водичка. Почему и нет, да? Хочешь туалетную водичку, которая стоит там 300 гривен или 350. Вот таким вот образом вы продаете эти наборы, не зовете в Арифлейм. То есть очень важно с правильной стороны подойти со своим предложением. Потому что можно, как говорится, лезть в окно, в глаза людям, и люди от вас отмахиваются. Знаете, какой-то ролик недавно я оставила, что и туда, и сюда. Куда человек там пытается спрятаться, а такой нахальный консультант все лезет. Я хочу вам рассказать, я хочу вам подсказать. Нельзя таким быть. Нельзя таким быть. Потому что если люди чувствуют, что вы на него давите, навязываетесь, во-первых, они не будут с вами никаких дел иметь. А во-вторых, они просто не могут себя представить в такой роли. Потому что они думают, что именно так надо работать всем. Работайте очень тактично. Делитесь просто своими впечатлениями. Выглядите хорошо всегда. Вот. Это, значит, помощь от компании. У нас с вами есть замечательный бланк для сортировки. Еще раз хочу напомнить, что вам надо начинать всегда со списка. Ой, начинать именно с бизнес-предложения. Вот. И потом, если человек нет, что-то его не устраивает, или не готово, или не надо, то переходим к продукту, ваш клиент будет, и к этому еще спрашиваем рекомендацию. Обязательно спрашивайте во всех рекомендациях. Кто у тебя среди знакомых сидит без работы, или хотел бы подработку, кого интересует 500-700 долларов. Ты мне друг или не друг можешь мне подсказать кого-то, можешь кого-то посоветовать. Вот. И хочу сказать, вот эта работа по теплому кругу, мы вот ее недооцениваем, ребят. Но если вот посмотреть на ветку Веры Толстоложенко, это вот ветка, которая активно растет по теплому кругу, там практически все, особенно бизнес-партнеры Верыны, это и Валя Кукса, ее знакомая, у Вали Куксы Лена Петренко знакомая была, у Вали Куксы Лена Мануилова была бизнес-партнер, у меня была Лариса Суховерхова, это бизнес-партнер проекта. То есть вся ветка, вот именно лидеры, костяк, это люди с круга знакомых, или по рекомендациям. Валя Кукса Новый год с Леной Мануиловой не праздновала все время, они не лучшие были подруги до этого, правильно я говорю, если Валя здесь, да? Но они были просто знакомые. Поэтому я еще раз вас призываю в такую акцию сместить фокус ваш, или, скажем так, хотя бы повернуться какую-то часть времени, уделить теплому кругу. Я понимаю, что вы сейчас можете сказать, что уже все, всех я теплый круг проработала, но вы сами себя обманываете. Когда вы возьмете мобилку и откроете букву А, вы посмотрите, сколько еще человек осталось у вас, это только на букву А, с которыми вы не поговорили. Вы просто сами сделали вывод за них. Нет, она работает, нет, она в декрете, нет, она еще что-то, и пятое-десятое. Поэтому большая просьба, большая просьба заново взяться за список знакомых, потому что список знакомых, он дает очень, очень быстрый рост. Вот если вы хотите быстрый рост, это только список знакомых. Почему Таня Марченко выросла за 4 каталога, за 4 месяца, вернее, не каталога, каталогов чуть-чуть больше, 5, наверное, с половиной или 5, 6. Вот, потому что мы с ней работали только по ее кругу знакомых. Где-то знакомые там окна ставили, где-то учитель чей-то, где-то кто-то кого-то посоветовал. Только по кругу знакомых, знакомые от знакомого, знакомые от знакомых. И таким образом отношения уже были, ну, выстраивались, просто углублялись, рассказывали людям, продавали идею бизнеса. И двигалось, двигалось, двигалось. Поэтому я очень вас прошу, потому что в любом случае ваших же знакомых кто-то пригласит. Сейчас очень активно развивается сеть дилерская, компания Reflame. И если не вы, то обязательно кто-то другой обязательно сделает предложение вашим знакомым. Вот. И еще хочу сказать, что мы еще можем предлагать людям сейчас. Мы можем предлагать им не только вот этот подарок, не только этот подарок. Обязательно надо сказать, что вы можете получить еще туалетную воду за 10 гривен, но уже не эта туалетная вода в этом каталоге, другая. И плюс еще, если третий будет человек, то сумочку. Если вы обратили внимание, я вчера выставляла информацию о том, об этой акции, которую продлили, что консультанты, новые консультанты прошлого каталога, это была прошлая акция, каталога номер 3. А сейчас новые партнеры каталога номер 4. То есть у вас есть возможность, у кого было 3 новых консультанта, в том каталоге вы получите сумку, если пройдут эти 3 человека 75 баллов, первый шаг. И в этом каталоге заново можете сделать эту же акцию и получить вторую сумку и вторые подарки. Вот так вот. То есть не суммируется третий и четвертый каталог, чтобы вы просто понимали. И до 19 числа идет эта акция. Но я еще раз хочу сказать, самая лучшая акция – это маркетинг-план, который не меняется, который, скажем так, больше всего всем нравится, потому что это деньги, которыми человек сам распорядится, куда ему и что делать. Понятно, да? Еще, что нам может помочь в этом каталоге? У нас, у некоторых партнеров есть в структуре люди, которые по каким-то причинам, ну, не брали трубки, а может быть брали и когда-то давненько делали заказ. И вот для этих людей проводится весенняя акция, называется «Пробуждение». «Весеннее пробуждение». Кто такие спящие? Это вот еще новое слово в лексиконе наших бизнес-партнеров. В лексиконе наших бизнес-партнеров. Значит, спящим называют человека, консультанта, который в течение четырех каталогов не размещал заказ. И по стратегии вообще лидера заключается в том, чтобы каждый каталог, по итогам каталога, вы глядывались на свою структуру и видели, со всех приглашенных, которые вы пригласили в этом каталоге, три человека, которые готовы обучаться, двигаться вперед и зарабатывать деньги. То есть вы пригласить должны, естественно, больше. Если вы пригласите трех, как правило, если три пригласили, то из трех может ни один не согласиться. Ну, там прошел первый шаг, прошел два шага, получил подарки, потом что-то такое. А если у вас будет пять, десять человек, ну, не только вы пригласили, организация, то тогда у вас легко с этих десяти трех можно выбрать. Каким образом? Вы не будете выбирать по росту, по весу, вы будете выбирать человека по его активностям, по действиям, то и по действиям. А действия вы определяете очень простым способом. Вы просто делегируете ему что-то, даете поручение просто. Можешь выучить стартовую программу, вот новичок у нас есть, надо будет, мы будем встречаться, ты расскажешь стартовую программу. И вам не надо пинать этого человека, что позвони, ты позвонил, ты позвонил, ты связался. Человек должен сам, ему поручили это, ему надо этот сделать отрезок работы. Если он это делает, если он делает, это не только, который только пришел, да, там человек, который немножечко так уже понял, в курс вошел, да. Все, значит, это ваш партнер, это тот человек, которого вы ищите на вакансию, начальника цеха. Вы поняли? А потом этот человек сам станет директором своего большого предприятия. Вот, значит, следующий, и вот я хочу сказать, на вот этом этапе, то есть тысячу бонус-баллов, это не Наташа сама делает, это Наташа делает, ну, ее усилия, конечно, она может принять участие, не может, ей надо принять участие в акции на сумку, три человека она регистрирует, а может быть даже четыре, вот, и плюс команда еще, вот, и все вместе делают тысячу бонус-баллов. В следующем каталоге, с этой организации, те люди, которые уже зарегистрировались, с ними надо ближе познакомиться, и со всеми надо разговаривать людьми. Все, которые приходят в проект, кто-то их приглашает, и человек, который приглашает, разговаривает с человеком, какие у него планы, какие у него интересы, сейчас он готов обучаться и действовать, или он будет только присматриваться, идти по стартовой программе, посещать вебинары, и посещать вебинары, я вам хочу сказать, знаете, друзья, на старте никто самостоятельно, люди не приходят, многие стесняются задать вопрос, а как зайти по этой ссылке, непонятно какой-то квадратик, некоторые просто элементарно технических навыков не имеют, поэтому ваша задача, на первых этапах, на телефоне сбросили скрин, как зайти на вебинар, говорите, как зайти, заходи, нажимай это, пиши это, и первые вебинары человека заводить, потом ему напоминать, что сегодня важный вебинар, очень интересно, если ты послушаешь, там будет история, тебе это будет полезно, мы будем двигаться вперед и все такое, то есть, вот это называется плотное сопровождение новичка, понимаете, надеяться на то, что новый партнер у вас где-то в чарте там болтается, и он должен был увидеть, считайте, что вы этого человека теряете, вы не уделяете ему внимания, вот, которое бы его могло согреть, окутать вниманием и продвигать дальше, понимаете, о чем я говорю, вот, поэтому надо обязательно вот этих партнеров, которые выйдут на тысячу, с которыми выйдем на тысячу бонус баллов, Наташе, проговорить, выяснить их потребности, сказать, что здесь есть хорошая, хорошая возможность расти и зарабатывать вместе с этим, вот, и уже среди этой группы людей выделится тот, кто скажет, ну, в принципе, можно попробовать, и уже с этим человеком конкретно планировать и выводить его на уровень 9%, когда вы выведете этого человека на 9% нового, это и будет 500 баллов прироста у Наташиной группе, понятно, да, потом точно так же этому человеку рассказывайте и ищите уже у него в группе партнеров своих, и когда вот здесь вот Наташа выходит на рекрутинг уже личный свой, такой активный, в каталог или в неделю-два регистрируют человека, три, такое будет, такое будет 100%, я знаю, для тех, кто системно будет работать, такое обязательно будет, обязательно надо подключать второй метод работы, теплый круг, я вам говорю, он самый эффективный, надо просто задуматься и просто начать говорить с людьми, со своим кругом знаком, просто говорить с ними, а люди пускай сами делают выбор, вот, то есть то, что мы делаем ВКонтакте, и плюс там одноклассники, к этому плюс еще теплый круг добавлять, вот тогда пойдет работа жильнее и быстрее, больше будет собеседований, и фокус ставить на 10 собеседований в день, вот если вы 10 собеседований провели, с этого будет результат какой, не эти, которые вы сегодня 10 поговорили, а те, которые позавчера 10 человек вы поговорили, а сегодня кто-то созрел, уже посмотрел, готов и разговаривает с вами, и хочу, и давайте, понимаете, а с теми, с кем вы сегодня поговорили, кто-то созреет через неделю, ну там досмотрит, посмотрит, придет на какой-то вебинар, понимаете, но если вы сделаете каждый день 10 разговоров, а 10 разговоров, это элементарно, 5 по теплому кругу, или 5-6 по теплому кругу делаете каждый день, И 3-4 из холодных контактов берете людей, вы поняли? 10 собеседований. А у нас собеседования с вами проходят 5-7 минут, до 10 минут. В первой половине дня поговорили и во второй половине дня поговорили, все. Дальше что происходит, что мы делаем? Наташа, надо стремиться к 15%, потому что, как я уже сказала по акции, в эту акцию может включиться человек, премия начинается только с 15%, понятно, да? Поэтому Наташе надо как можно быстрее выйти на 15%. И если она выходит на 15%, вернее, когда она выходит на 15%, это уже 2000 бонус баллов. В этой команде представим себе, что 3-4 человека активных уже есть, и Наташа легко регистрирует 5-7 человек в каталог. Вот на этом этапе начинает Наташа строить свою вторую ветку. Что значит строить? У нее сразу моментально прирастает 500-700 баллов, потому что она легко регистрирует эти 5-7 человек, уже вторую ветку. Здесь она подбирает ключевого партнера, с кем она будет это делать. Может, это с теплого круга, может, это двоюродная сестра или родная. Наташа ей скажет, слушай, я уже умею регистрировать. Если я тебя сейчас регистрирую под себя лично, ты будешь моим вторым директором, и я под тебя сейчас начинаю регистрировать. А ты начинаешь проходить стажировку, включаешься, мне начинаешь помогать тоже. Вот я тебя обучаю, и у тебя уровень директора 500 долларов, вот, и 1000 долларов выплата за уровень директора, а я буду старшим директором, а потом золотым директором. Как ты включаешься в работу? Вот, то есть тут уже на вторую ножку надо подобрать человека, не лишь бы случайного кого-то, а человек, с которым вы будете плотно работать. Все, Наташа на 15% и сестра включилась активно, они работают, теплый круг активируют, знакомых. И представьте себе, Наташа проходит все эти уровни, растет ее команда, еще третья ветка может подключаться, Наташа легко делает, потому что во второй ветке уже есть в глубине 5 партнеров, которые самостоятельно регистрируют. И получается к 9 каталогу, в 9 каталоге Наташа выходит на старшего менеджера. И у нее впереди, ей разрешено пройти еще 6 каталогов, и она получает 7500 ко всем этим премиям. Получается, она получила полный премий 2000, 3500, 5500 и 7500, 20 тысяч. Это если мы мобилизовались и активно пошли. Если даже Наташа не мобилизовалась, а поставила за цель в этом каталоге, как у нас Наташа Кабаленко амбициозно заявила, я хочу 1000 бонус баллов сделать в этом каталоге, 9% меня не мотивирует, я хочу уже уровень менеджера, и мы с ней распланировали, и у нее будут отличные результаты. Наташа, ты молодец, просто умница. Вот, то следующий каталог это 1500, потихонечку по 500 баллов не сама прибавляешь. Вот, а групповые, то есть у тебя люди мотивирующие, кто заинтересован, ищешь среди них партнеров, и сама регистрируешь. И потихонечку выходим мы с тобою на 15% и на 18%, то есть 2000 и 3500, 5500 бонус баллов. Это минимальное, что можно получить. Конечно, можно получить и 2000, сделать 15% в девятом каталоге, но это в принципе тогда вообще просто, как скажем, такая вяло, текущий процесс, потихоньку, потихоньку. Ну и даже 2000 можно получить здесь. Вот, вот такая вот табличка, вот такая схема продвижения. Вот, кто на каком уровне, я думаю, вы уже обратили внимание, посмотрели, какая программа минимум, какая максимум. Эту табличку я сброшу в команду активного роста. Вы посмотрите и будете фокусироваться. Фокусироваться на этой табличке. И самое простое, вот я хочу вам сказать, чтобы вы тут не парились, сколько тут, сколько тут. Самое простое, надо запомнить своих 2 основных, 3 основных фокуса. Первый фокус, по итогам каталога у вас должно быть 3 активных партнера, которые настроены учиться и расти. Может кто-то с них и отпадет. Ну, каждый каталог у вас должно быть 3 активных партнера. Это первый фокус. Второй фокус, это каждый день 10 собеседований. И третий фокус, это системная работа. Системная работа. То есть вы сами понимаете, если мы идем на такую зарплату, на такие доходы, кроме вот этих единоразовых премий, здесь же будет еще и объемная скидка. Само собой. Понятно, да? Тут будет и объемная скидка, которая вот здесь вот прописана, объемная скидка. Плюс, минус, все будет зависеть, какие будут веточки. От и до, вот ориентировочно, вот такие еще будут еще к этому доходу. Поэтому, если такие доходы, вы понимаете, то, соответственно, это рабочий такой день. Бояться этого не надо, потому что мы никогда с вами не узнаем, на что мы способны, до тех пор, пока мы сами это не начнем делать. Вот, ресурсы у вас есть. Вы все люди амбициозные, очень ответственные и трудолюбивые. Вот, поэтому, как я говорю обычно, знаете, вредно золушкам ездить на бал, если они этого заслуживают. Поэтому, давайте мы с вами настроимся и кому, кому очень, очень хочется получить результат, давайте мы проведем индивидуальную с вами планерочку. Все по вам, как по вашему размеру просчитаем, подведем к вам, вот по вашим временным ресурсам, поговорим, может быть, что-то подскажу с методом работы и включимся в работу. Хорошо? Все. У кого какие вопросы, пожалуйста, напишите.